итак друзья переночевали мы в отеле замечательном под названием лесной чистенько аккуратненько приветливо вкусная еда и размещение в принципе доступные цены да наверно алексей расскажи свои впечатления мне очень понравилось ну во первых отель достаточно недорогой плюс очень вкусный мощный завтрак обалденный вечером мы сходили в ресторан это был просто можно было одну звезду точно поставить то есть мы себе так для себя по десятибалльной системе точно десяточка чистота комфорт качество обслуживания вежливость по вежливости вообще кухня комплексов услуг чистые номера все прекрасно санитарно обрабатывается нет никаких масок страшных эти не носят нигде то есть в отеле не стал не в ресторане не в отелями на улице и маски то есть нет такой все тихо спокойно нету никакой суеты в общем останавливайтесь польши если будете ехать мимо или там отдыхать здесь даже приятно на отдохнуть несколько дней до в хорошем отельчике за городом я хочу сказать что мы несколько раз проезжали но в белоруссию ехали то из прибалтики белосток как-то проезжали другими дорогами не попадали нужно было делать небольшой крюк крюк мы не заезжали вот а то что вот в этот раз мы попали в этот город я считаю что это очень здорово что мы его посмотрели и оказалось что такие замечательные отели немножечко почитали поиск про историю по путеводителю который лежал в отеле такая интересная история конечно стоило ее изучить и стоит конечно по этому городу было побродить остановиться погулять посмотреть все это дворцы такие шикарные и здесь в общем есть ну разные этапы развития города и поэтому как раз и промышленность здесь была сильно развита фабрики заводики все это тоже было здесь и в общем свидетельство тому разные архитектурные постройки которые сохранились здесь достаточно такая судьба города с исторической точки зрения разнообразная да то есть стоит в этом городе может быть даже остановиться было бы там погулять посмотреть все исторические места то есть есть вот такой вот путеводитель у нас в отеле мы взяли на русском языке кстати этот отель который я вам рассказала лесной наверно ссылочку можно даже оставим под видео но под видео с обзором этого отеля тоже на нашем канале вот и имейте ввиду что там есть персонал который даже говорит по-русски и информация соответственно дублируется на русском языке но в принципе польский язык он не такой сложный и в общем на нем все понятно и вас понимают все-таки родство языков все равно какое-то присутствует слов много очень знакомых и в общем то нормально если взять еще переводчик перевести немножечко и заговорить на этом языке это вообще приятно приятно такие достаточно простые слова да очень вкусно дюжи смачно мы решили немножечко проехаться по городу кстати смотрите у них новостройки тоже новое строительство какие-то дома панорама парк называется апартамента 32 квадратных метров алексей вчера кстати говоря забронировал нам проход в эстонии через границу у нас будет это завтра здесь ну заранее лучше забронировать но расскажи алексей вкратце ну ситуация такая можно подъехать и получить очередь какая есть но мы не стали рисковать а выбрали именно временной промежуток с 12 до часа чтобы было удобно именно к этому времени подъехать в отстойник и попасть на границу сколько стоит брони что нам для этого до бронь стоит я читал в интернете везде 450 в итоге с нас взяли 5 евро за саму бронь и 1 евро за смс информирование смс информирование составляет 3 смс это за 7 часов потом за три часа и в тот момент когда вас приглашают на границу это удобно когда ты сидишь чтобы постоянно смотреть на табло не искать свой номер на те приходится смс к и вас приглашает на границу но просто пишет свои данные имя фамилия паспорт там и так далее ну там порядка там 10 20 запросов чик вопросом да все отвечаете на сайте прям сайта оплачивать им очень удобно вот так что едем 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 вперед сейчас покажу вам немножко красивой природы вот смотрите сегодня такая погода сейчас двадцать пять с половиной градусов сейчас время у нас 1024 по москве я не знаю совпадает она с местным временем 924 до стало быть идеи 24 фурики уже проснулись дорожки там в принципе узкие но достаточно хорошее покрытие вот так что едем вперед солнце светит пока все классно вот и самое интересное в белостоке оказывается родился создатель языка эсперанто людвиг замен за менгов если я правильно произведу фамилию и ему здесь стоит памятник на какой-то из улочек с достаточно интересно можно было бы тоже пройтись и факт такой интересный мы узнали можно было бы тоже пройтись конечно посмотреть прогуляться по этим в общем богатая история интересный край приятный город красивая приятная природа нам в принципе все понравилось жалко что у нас мало на это дней мало дней потому что вот хотелось бы конечно побродить здесь всегда надо выделять побольше дней на каждый город на каждый региончик и не нестись вот так то есть нужно целенаправленно ехать куда-то в какие-то какую-то страну в какие-то города и знаю что вы там сможете остановиться вот у нас к сожалению так до сих пор еще не получать личные раба работой отпуском и да мало всегда времени на это потому что есть какие-то временные рамки очень отличаются животные коровы которые мы проезжали во франции вот здесь да во франции такие белые-белые такие бакообразные огромнейшие коровки а вот в польше здесь но обычным как у нас каждого кольца обычные коровочки но я не знаю кого интересуют коровочки людей людей интересуют на это путешествия проезды и вот виды коров наверно интересуют мало кого все таки вы пишите под видео где кого где в каких странах каких коров разводят да вот алексей как этот самый я не знаю сельхозработник что ли кому-то это вижу меня сразу бросилось в глаза во францию когда заходишь там большое количество во франции много сыра поэтому можно молочка большое количество мясных продуктов почему вроде коровы и там и там а здесь мясные а там каждый свой с каждой стране свои кулинарные традиции свои гастрономические я бы даже сказал традиции вот франция франция это сыр в том числе вино да какие-то устрицы польская гастрономическая культура наверно ближе нам да и очень сильно бросается в глаза что вот больше очень большие большие порции мы не привыкли в испании так много едят очень много их сразу можно отличить в европе по большим животам вот как у меня а испанцы они едят очень мало как наблюдали как пришел молодой человек меркодону купил три маленьких каракатицы и пакет и сказал что будет питаться этим всю неделю вот такая у нас дорожка приятная и так уезжаем мы в лету литву ли и туз республика въехали мы в литву плетемся очень медленно дорожки вечно в какие-то в ремонте там были до в польше ехали очень медленно ехали два часа 16 минут проехали 160 километров средняя скорость у нас была 74 с половиной километров в час расход правда 6 и 6 10 38 26 градусов тепла достаточно тепло но плелись мы очень медленно на какие-то дороги были то узкие то медленные то на ремонте в общем вы их из отеля мы еще ехали очень долго но нам проехали маленькое расстояние какие-то старенькие здания здесь наверно была таможня что ли граница вот так что едем дальше едем дальше теперь уже по литве ну не знаю все расскажем вам друзья смотрите дальше кому интересно скоростные да 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 вот здесь вот указано с какой скоростью где ехать в городе 50 за городом 80 в общем вот вот как-то так пока нет пока нет никто нигде не спрашивал не тесты не пцр и не прививки ничего не спрашивали не qr-коды не паспорта пока ничего пока ничего едем дальше все расскажем вам по мере поступления информации какой-то мы прибалтики мы в литве погода солнечная налево можете посмотреть поставить на стоп какие какие цены на топлива 2 евро как испании приблизительно да там 125 так вот еще смотрим вот такие здесь цены на топлива едем дальше смотрим интересные моменты литва встречает нас тоже сильным ливнем похоже на сопровождает этот ливень всю дорогу наверно сейчас уже наш парила везде жары и начался в июле период ливни и гроз смотрите какой ливняк это уже второе второе за нашу эту поездку все небо заложено до обложено тучами только что молния там сверкала так вот мы едем 2 часа 43 минуты 196 километров расход у нас 64 самый низкий за историю этого автомобиля но ливень вообще смотрите какой просто стеной ливень стеной вообще прошлом году у нас такого было в прошлом году у нас такой ливень был польша вообще ничего не видно а здесь колейность потому что еще фурики не тут одна полоса колейность страшная и вот слову о дорогах да и сразу вода скопилась там да вообще конечно ничего не видно обочина тоже какая-то грязная в общем дорогами дороге здесь не очень вот имейте ввиду и скорость 70 что быстро проехать не удастся быстро проехать не удастся и мы уже предположили что придется долго вот так плестись если дороге на или не улучшится да здесь дороги все такие ну вот как то так так а у нас кстати 53 километра мы проехали указательную калининград вспомнили всех калининградских знакомых 202 километра было до калининграда а нам еще очень долго пилить придется сделать еще одну ночевку где-то непонятно пока где калининграде нет калининграде нет вот ну сегодня домой мы не попадем попадем мы только завтра так что оставайтесь с нами завтра у вас наступит через несколько секунд да да и она проблески уже есть такие на небе конечно не совсем такой облажной дождь сильный но нам вот эту дорогу прямо дождь сопровождает нас все-таки июль месяц период гроз и сильных линий еще поскольку мы едем здесь особенность такая дорог литовских что здесь как-то они не дублируют скорость и знаками по дороге мы заметили то есть нет такого но на въезде там где мы видео снимали и сфоткали скоростные режимы по по стране в городе 50 километров в час за городом 80 там где город заканчивается на автописке автовей говорю по испански на скоростной трассе короче говоря 130 а на дороге для автомобилей для автомобилей с носильником таком фоне автомобильчик там 120 вот такой скоростной режим ну видео вы увидите это на въезде в литву стоит большой знак можно сделать скрин поставить на стол сделать скрин и посмотреть но вот еще раз озвучиваю такие скорости потому что по дороге вот здесь мы на автописке мы не видели чтобы да алексей чтоб дублировалась это скоростными скорость дублировалась знаками впереди у нас вот видите каунас вильнюс клайпеда рига дождь уже прекратился небо голубое смотрите сколько мы в пути 3 часа 7 минут 239 километров скорость маленькая едем как-то медленно почему-то ну и машин собственно говоря мало где где вся литва где все люди на отдыхе на это в испании нету людей народу мало машин мало к у нас вот 18 вильнюс 118 лайпеда 226 и рига 283 километра дождь прошел дождь прошел солнце светит погода хорошая 27 градусов я бы сказала жара сейчас в бассейн с удовольствием вот едем дальше и за про стоянки так что-то как-то мне сильно много не попадаются таких больших стоянок которые были во франции в германии в польше такие огромные комплексы которые вам показывали в других частях наших фильмов в путешествиях мы часто видим останавливаемся там с отелями с кафешками с ресторациями как в польше здесь вот такие маленькие кофе попить можно машину заправить в принципе такие маленькие стояночки зоны отдыха ареи де дисканс у итак друзьям мы въехали в город поневежес кто знает алексей первый раз слышал такое название в общем город поневежес что хочу сказать заправок и стоянок таких нормальных чтобы отдохнуть по трассе к сожалению нет в сторону региот сторону города поневежес из белостока мы ехали чего-то мы не нашли нету очень мало в городе и нигде не можем отдохнуть просто ну заправки есть если есть заправочки то кстати вот там цена на топливо 95 1 и 3 до дизель 1 и 2 ну вот так чтобы выпить кофейку посидеть отдохнуть размять ножки мы пока не нашли здесь такого нету по этой трассе может быть другой части литвы где то есть но пока ищем ищем место отдохнуть потому что в чем в четыре с половиной часа мы уже едем и хотелось бы конечно передохнуть радует что у нас расход 6 с половиной литров ну и пробег конечно у нас проезд сегодня 355 километров только лишь представляете за четыре с половиной часа медленно очень везде ограничения 70 или ремонт дороги там 50 вообще и так то скоро здесь небольшая с такими ограничениями это просто катастрофа да и смысл ехать по трассе 70 если можно проехать сократить расстояние по городу вот город поневежес посмотрим краем глаза что мы не стали обижать отшили ехать на рынке и заезжать во все города которые да ну вот он какой-то такой так я понимаю город поневежес не знаем мы где здесь центр это не центр окраина нет не не знаю просто написано что а 10 вот эта дорога 10 до пока по городу дальше да ну в общем мы едем по городу до дорога так пролегает через город ничего про этот город не знаем просто едем ну вот какие-то старинные постройки справа я вижу уже шпили торчат такие что-то интересненькое наверно отель есть вот прямо по курсу интересно что все шпили все башни по 2 зеркально ну вот старинные какие-то и вот отель кстати ничего такой симпатичненький смотрите на заметочку три звезды и кофейня там есть ну вот какая-то видите старинная постройка где она за деревьями церковь спряталась такой городок интересно конечно деревянные домики большом количестве интересно кто-то отсюда может посмотреть ну да в этом городе я слышала не помню совершенно в детстве слышала не помню совершенно с чем это связано что говорили про поневежес ну что-то слышал может фильме в каком-то может кто-то ездил из знакомых куда-то может что-то такое может быть не знаю не знаю не помню но знаю что даже кебаб есть он пожалуйста бар кебаб по всей европе особенно в германии да сейчас едем дальше ищем какую-то остановочку да наверное из города выйдем ну надеюсь остановимся где-то посмотрим короче говоря вот смотрите заправки вот такие маленькие есть то есть просто заправиться наверное магазинчик даже столик есть может на эту заправку мы заехали но никуда не пошли не кофе ничего не покупали почему потому что мы там увидели значок алексей что стоянка платная во первых не знаю как это выглядит видимо надо на кассе расплачиваться потом мы пошли посмотреть туалет туалет тоже платные внимание 50 центов представляете то есть если мы заходили в германии шикарный туалет где ну большой то есть там не надо стоять в очереди отдельно мужской отдельно женский извините конечно такие подробности но на трассе это тоже очень важно и там стоило 70 центов но 50 центов и возвращается виде талончика который можно использовать в кафе попить кофе или что-то купить магазинчики также на заправке здесь 50 центов то есть нужно стоять в очереди то есть мы конечно поехали дальше потому что считаем что это неоправданно принципе какая-то завышенная до цена мы даже не стали смотреть если кофе сколько стоит первый раз столкнулись таким что вообще стоянка на заправке платная что-то удивительное конечно поэтому вот это литва вот здесь под управлению к риге мы едем в общем остановились просто на остановке можно сказать просто вот ну вот сейчас покажу вам вот такая остановка просто представляете но другой нету к сожалению вот такая остановка просто у дороги кто привык хорошим остановкам здесь пока таких мы не встретили природа поля красиво птички поют птички поют так приятно вообще природа приятная красиво птички поют и кстати говоря очень очень жарко 27 с половиной вот ну духота такая знаете предгрозовая предгрозовая духа тень видите поля со злаками домики деревушке так вдоль дороги мы встали просто маленькая маленькая стояночка какие-то прям соловьи поют смотрите кто идет через дорогу аист интересно это как черная кошка худо ли к добру айс дорогу перешел вообще говорили что лаяс к счастью домах заводится айс да это хорошая примета так что вот это у нас в литве айс дорогу перешел хорошо или плохо свой примет заведем друзья у вас есть какие-то примет если айс дорогу перешел это значит все хорошо вот так вот на стоянку несто мы заезжали купили себе кофе сколько кофе здесь стоит алексей 3 евро да но здесь туалет не пускают туалет пускают только если вы купите что-то или заправитесь или то есть для клиентов но очень вежливая приятная женщина здесь работает по-русски разговаривается на общались да да все нам рассказала спросила откуда мы все все рассказала как у них здесь в общем пока и очень добрые люди да мы купили кофеек мы так собирались кофе купить но вот здесь такое правило что для только для как сказать пользователей до заправки то есть для клиентов для клиентов он бесплатный туалет для клиентов а кофе мы и так собирались купить ну ничего хорошо здорово едем дальше так едем дальше то цены мы показали цены 95 122 23 до дизель 1 и насколько там 12 и дизель 1 но мы заправились в польше у нас еще запас что такое про ди про иди внизу вот это вот раз у нас как-то экономичному и 6 и 6 только на 100 километров тратим потому что мы медленно ехали наверно у нас нет бега сверху до за пять часов 400 километров все едем дальше все я пристегиваюсь друзья едем дальше так друзья из литвы мы переезжаем в латвию ура не опять ничего нас не спрашивали в литве вот едем теперь уже по латвии интересно какой скоростной режим пока вот все видите тихо спокойно никто ничего не проверяет никакие тесты никакие ну ничего не проверяют пока едем даже не знаю как там будет дальше все расскажем опять заправочка место идет с левой стороны 125 можно сказать да не надо дизель по моему дизель до чуть-чуть подороже цена может быть тут что-то с заправками тоже будет со стоянками хорошо так смыть скоростной режим город 50 за город 80 90 80 что это такое до максимально 90 вот тут вот про автописту не было ничего сказано камеры вот показали вам значит как из литвы мы переехали в латвию опять смотрите снова хорошая примета теперь он перелетел в литве он нам переходил дорогу а здесь перелетел дорогу с одной стороны да по канавкам лягушек ищет вот так вот мы и движемся собственно говоря пейзаж пока не изменился погода 26 говорят что здесь было да действительно жара женщина вот на на место на заправке нам рассказала алексею вернее что было здесь жара что сейчас все вроде обещают говорит тоже будет жара в общем погода хорошая машина она говорит действительно меньше вы сейчас что мы посмотрим что отменили маски вообще везде а у них есть помещение маски да на помещении в маске но вот пока так дорога немножко было вообще пустая сейчас 1 июня как машина не поехали понятно в общем друзья движемся дальше посмотрим что у нас здесь будет заправками стоянками как здесь обстоят дела также как литве или можно чуточку получше если какой-то сервис здесь едем едем в сторону риги до двигаемся по 7 до места нашего ночлега где-то примерно 6 часов но приблизительного места ночлега ночевать мы будем наверно в эстонии чтобы завтра уже так мы записаны на границе на прохождение с 12 до 13 чтобы зато спокойненько мы встали поехали на границу подготовились к стрессу прохода наверно шучу посмотрели замок посмотрели нарву и спокойненько с радостным выражением лица не тупаясь заехали так сказать на свою родную территорию и приехали уже в санкт-петербург так этому на латвийский получается стояночки здесь отель мы так поняли потому что здесь обозначение есть отель едва и до 24 часа не знаю что там дальше но очень красиво смотрите цветочки растут все это у дороги такой национальный видимо деревянный стиль дома такие ну все классно классно не знаю что сейчас мы тут обнаружим посмотрите какая красота какая красота ветер правда очень сильный какая красота мельничка да красивая мельничка и какие красивые розы посмотрите вот это вот красота такая вот красотища здесь у этого мотеля и ресторанчика и огромное огромное количество ворон или воронов гуляет по газону наверное его недавно скосили все работает все наличие во время путешествия это очень классно в общем все здорово рядом ресторан шикарный вид там не стали мы туда заходить смотрите какие здесь розы красивые розы просто обалденно красивые вот такое уютное местечко прямо около дороги и красиво конечно красивой мельничка значит друзья сейчас я вам покажу здесь дерево вишни алексей углядел смотрите урожай вишня 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 вишни поторвозить чуть-чуть смотрите да вишня самая настоящая вишня все дерево в латвии уже урожай вишня вот все все мы приехали на урожай вишни заехали мы в какой-то латышский городок не знаю не узнал не расскажу его название едем в сторону риги да кто узнал пишите миленький такой небольшой городок и оказалось чтобы не бывали уже много раз да алексей опознал баус к баус к баус к баус к баус кай как-то так миленький такой вот есть старенькие домики смотрите деревянные велик там велосета муж неправильно читаю конечно церквушечки такой большой торговый центр какой-то проехали заправка бензин алексей горит есть подороже на наставе чем 1 30 чем в литве так панорамку сделаю вот вот так сейчас проедем по городку покажу вам могу сразу сказать что здесь вот любят очень цветы тоже как во всей европе наверное украшают дома цветами около домов магазинчики такие уютные домики есть даже очень ничего что у нас от алексей рижское водохранилище с левой стороны рига с правой стороны может быть море понятненько понятненько ну что почти 8 часов мы в пути вот уже машина предлагает сделать паузу а пауза все пикет почти 600 километров мы преодолели до эстонии еще не добрались осталось уже немножечко а расход у нас все такой же низкий 6 6 6 5 на 100 километров достаточно экономично мы идем вот с остановками пока не очень остановочки были но сейчас их нет перекусить здесь практически но есть какие-то кафешечки вдоль дороги но чего-то туда нам не хочется будем ехать до эстонии что хочу сказать природа природа отдыхает человека стало меньше туристов практически не видно из других стран до машин нет каких-то там встречала встретился мотоциклист из австрии встречаются еще какие-то там машины но очень очень мало и животных становится больше видели мы оленят на полях скачущие где злаковые поля очень много аистов по всей прибалтики да вот аист переходил дорогу если кто смотрел полностью смотрит наш ролик видели что а из дорогу переходил очень много их летают ходят вдоль полей вдоль дорог ищут лягушек не знаю что то там поесть и аисты там в полях прямо видно отсюда бродят много-много аистов вот допустим мы видели трактор ворошит сена травку да и аисты ходят сзади прям сзади за трактором безотрывно ищут наверно там лягушек под травой в общем питаются так вот вот хотела это сказать что природ в природе в этот раз мы видим много зверя и леса к дороге выходила прям к трассе и много-много зверей раньше мы такого в принципе не замечали аистов видели но не так много олени прямо дорогу переходил олененок и в полях олени бегали дикие поэтому видим первый раз швеции было но здесь вот прибалтики вообще это во франции ни разу не видели то есть вот такие вот нюансы бывают друзья карантин пошел на пользу природе зверюшек стало больше они стали гулять где хотят а вокруг едем вдоль полей злаковых все это еще латвия погодка хорошая температура у нас какая 27 с половиной скоро у нас будет наверное 100 не двигаемся мы кстати по трассе а3 пока требует дальше через 11 километров мы будем сворачивать на трассу а3 радаров по трассе очень много много до радаров и они держат ну держат скоростной режим да сами латыши а еще особенно штрафы заметили что мужского населения видимо очень мало потому что все работники полиции женщины да кстати да мы обратили на это внимание все 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 машинки которые встречались полицейские везде там женщины мужчины латыши вы куда куда вы делись может в испанию уехали куда мужчин то всех поделали в кабаках конечно отдыхают место красивые очень проехали вот такие местечки встречаются вдоль дорог латышских но все как-то по другую сторону время у нас 16 51 местного на вену 17 51 это по москве вот как-то так 7 часов 56 минут в пути едем дальше кстати я уже проголодалась время такое а то сейчас здесь 1751 отличненько я вот проголодалась уже это здорово да польская еда была очень обильная какие там были на завтраке десерты такие в испании мы только по праздникам но таких даже не было вкусных тортики только по праздникам да очень вкусные десерты польская еда это вообще нечто нечто но в испании мы стали малоежками ними не лезут все эти порции польские просто это очень вкусная а десертики на утро помнишь какие были это вообще лёженчик не зоны и творога так все алексей прекращать прекращайте товарищ мы сейчас все мы салон еще потом хотим хотим холестериновый холестериновый обратно поедем скоро у нас уже эстония итак мы сами не заметили как мы оказались в эстонии ехали ехали знаков там не было да и оказалось что смотрим что номера машин уже пошли эстонские и 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